Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И вы знаете, друзья, очень большое количество людей останавливает от поездки работать за границей именно тот факт, что вы не получаете стаж. То есть у людей представление, что вы в будущем не заработаете себе на стаж и не будете получать пенсию. В этом же видео мы поговорим с вами о том, как можно получать пенсию, если вы работали, например, в Польше, либо в какой-то другой стране. Так что, друзья, если интересно, то усаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Поехали! Друзья, переводите деньги через TransferGo, потому что это надежно, быстро и пользуясь сам. Ссылка на бесплатный перевод в описании под видео. Итак, друзья, трудовые мигранты из Украины могут рассчитывать на польскую пенсию. Это касается, например, тех, кто платит налоги в Польше и работает в стране официально. Это очень важно, работать именно официально. И не только в Польше. Украинские работники в России, Германии, Португалии, Испании, Эстонии и других странах имеют такое же право. Украина заключила договора о социальном обеспечении с более чем 20 государствами. В этих соглашениях говорится о праве на пенсию. И с каждой страной разные условия. Одни готовы выплачивать пенсию за отработанный период. Работа же в других странах просто засчитывается в трудовой стаж на родине. Но если работать в стране, с которой договоренности нет, то стаж не засчитают. Если человек работает за границей официально, то работодатель там платит за него социальные взносы. Министерство социальной политики и Министерство иностранных дел ведут работу со странами, куда едут украинские зарабельщане, и подписывают соглашение о социальном обеспечении и взаимном зачете стажа. Сюда относятся все страны, которые входят в Содружество независимых государств. Это Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизская республика, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Зарабельщане в этих странах могут рассчитывать на зачет своего стажа работы в Украине. Но есть страны, которые готовы выплачивать пенсию за трудовой стаж, полученный на ее территории. Это Латвия, Литва, Испания, Эстония, Словакия, Чехия, Болгария, Португалия, Польша. То есть украинец, работающий в Польше, может рассчитывать на польскую пенсию. Подводные камни заграничных пенсий. С каждой из перечисленных стран выше Украина подписала разные соглашения. Они отличаются в деталях законодательств. Например, чтобы получить пенсию в Польше, надо отработать минимум год официально. При этом работодатель должен платить социальные взносы заработника. Это очень важно, поскольку сейчас зарабельщан в Польшу едет больше, чем в другие страны. Чтобы туда попасть, не нужна виза, а условия для трудоустройства очень гибкие. Человек может поехать работать, не получая разрешения на работу. Это касается сезонного трудоустройства. Страны, которые используют нашу рабочую силу, пытаются сделать лучше для себя, своего бизнеса и граждан. Если речь идет о краткосрочном трудоустройстве, сезонной работе, то за зарабельщанина могут и не уплачивать социальные взносы. Например, Польша сейчас пытается сделать украинскую рабочую силу еще более дешевой. Даже если это краткосрочная занятость, то их работодатели не платят взносы, либо платят очень маленькие. То есть сезонные работники не могут претендовать на польские выплаты. Проблема еще и в том, что сами зарабельщане не интересуются, платит ли работодатель соцвзносы или нет. Хотя каждый работник в Польше регистрируется в ЗУС, Управлении социального страхования. Трудовому мигранту присваивают номер и каждый месяц польский работодатель делает туда отчисления. Человек может проследить, были ли отчисления или их не было. Если человек работал, а работодатель не отчислял взносы, то этот срок не идет в стаж. Что надо знать зарабельщанам в Польше и России? Чтобы Пенсионный фонд Украины засчитал стаж, надо его, конечно же, подтвердить. И здесь есть два условия. Первое условие. Официальное трудоустройство за рубежом и уплата налогов с заработной платы. Второе. Это наличие соглашения между Украиной и другим государством. Так как, например, с США у Украины договора такого нет, а значит ни срок работы в Штатах не засчитают в Украине. И если эти два условия есть, о которых я сказал ранее, то можно переходить к подготовке документов. Это копия контракта, по которому вы работали. Это копия разрешения на работу в государстве трудоустройства. Документ, подтверждающий уплату страховых и пенсионных выплат в государстве трудоустройства. Справка работодателя, возможно, банковский документ. Справка из налоговой или пенсионного фонда государства трудоустройства. И, соответственно, заявление в пенсионный фонд. Что же касается людей, работавших в странах СНГ, то пенсия будет начисляться по законодательству Украины с учетом стажа и зарплаты за периоды работы. Чтобы страховой стаж за границей учли в Украине, надо обращаться в пенсионный фонд. По соглашению с Польшей, Украина учитывает стаж работы в Польше только для определения права на пенсию. Если для назначения пенсии по украинскому законодательству у человека отсутствует необходимый страховой стаж, то для определения права на пенсию может учитываться стаж, полученный в Польше. При этом размер пенсии будет определяться исключительно по страховому стажу, полученному в Украине. То есть заработная плата, полученная в Польше, не учитывается. Но украинцы могут рассчитывать на польские выплаты. Документом, удостоверяющим страховой стаж в Польше, является справка о страховом стаже, формуляр ПЛЮА-6. Ее выдает компетентное ведомство Польши на запрос территориального органа Пенсионного фонда Украины. Чтобы назначить пенсию за польский страховой стаж, украинцу надо обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства и заполнить заявление. С собой надо иметь учетный номер PESEL и документы, подтверждающие страховой стаж на территории Польши. Указанные документы направляются в Польшу на рассмотрение. В случае назначения пенсии, ее перевод будет осуществляться польскими органами ежеквартально на личный счет заявителя в Банке Украины без посредничества органов Пенсионного фонда Украины. Такой же принцип и для других стран, с которыми Украина имеет договоренности о соцобеспечении. Это Чехия, Португалия, Болгария, Словакия, Германия и другие страны. Но выплаты из этих стран вряд ли будут большими. Например, в Польше для получения минимальной пенсии надо отработать 20 лет женщинам и 25 лет мужчинам. А пенсионный возраст наступает в 67 лет. Зарабетчанин будет получать польскую пенсию только за тот период, который он отработал в Польше. И до минимальной пенсии поляка дотягивать эта сумма, конечно же, не будет. Ну что же, друзья, надеюсь, после этого видео вы поняли, что в принципе можно получать польскую пенсию в Украине и можно, чтобы засчитывался стаж, который вы проработали за границей. Поэтому, друзья, все, что вам нужно сделать, это, конечно же, пока вы находитесь в Польше, работать официально и взять все необходимые документы для того, чтобы здесь подать их в пенсионный фонд. Ну что же, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и оставляйте, конечно же, внизу комментарии под видео и ваши вопросы, которые вас интересуют. Ну что же, на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok